Всем привет, дорогие друзья! С вами Моисей. И сегодня у нас на обзоре руль, самый, наверное, бюджетный, который я только смог найти. 600 рублей всего стоит. Это Оклик V4 Mini. Погнали! Ну что, господа, давайте начнем, наверное, с плюсов. У него резиновая плетка руля, прикольный вид, и он стоит 600 рублей. Ну, наверное, на этом, в принципе, все. В остальном, этот руль рассчитан на 180 градусов. Он из дешевого пластика, он из хренового крепления. У него очень прикольные педали. Это просто, я не знаю. Ну, ребят, 600 рублей, с другой стороны, да? Как бы не надо забывать об этом. Это довольно-таки важный фактор. Я буду, наверное, за этот обзор раз пять буду говорить, сколько он стоит, потому что это реально важно. Это опровергает множество факторов. У него есть подрулевые лепестки, правда, они синхронизируются с педалями, поэтому поставить на них поворотники, к сожалению, не выйдет. Также у этого руля есть возможность переключения мода аналоговой, либо цифровой. Здесь есть кнопочка мод посередине на руле. При ее нажатии вы сможете сделать так, чтобы руль, например, вы поворачиваете здесь чуть-чуть. В компьютере он тоже поворачивался чуть-чуть. Вы еще чуть-чуть, и он еще чуть-чуть. То есть это называется аналоговая. Либо есть цифра, либо ноль, либо один. Короче, чуть-чуть повернули, в компе он уже на полную. Зачем это надо? Хрен его знает. Но это есть. Кстати, касается точно так же педалей. В целом, в принципе, вот за эту сумму говорить особо о нем не о чем. У него нет обратной связи, единственное, что он просто обратно возвращается. У него нет блока питания дополнительного, потому что у него как бы нет обратной связи. Но есть один очень интересный момент по поводу, например, сборки. Например, мы берем кантик, и в целом вот этот момент сделан лучше, ну уж точно не хуже, чем на Трансмастере Т-150. Реально, кто смотрел обзор, знает, о чем я сейчас говорю. И пластик в этом руле, в принципе, от траста, ну не особо прям далеко ушел. Конечно, он отличается в трасте, чуточку получше. Но не прямо космос, ребята. Но не сравниваем, пожалуйста, цены. 600 рублей и 20 тысяч. Камон. Ты со мной согласна, да? Ты со мной согласна. Ты со мной согласна. Даже кошки это подтверждают. Вот, видите, ну что это? Да, я понял, что я прав. Пусть, можно поснимать? Ну так вот. Пластик дешевый, но это нормально. Как бы здесь вопрос другой. Вопрос, есть ли смысл вообще брать вот такой руль? И я вам скажу, реально есть. Если у вас совсем нет денег на руль, то есть вы хотите просто что-то попробовать и не откладывать, не копить и так далее. Реально можно попробовать его взять. За 600 рублей, как бы в принципе поймете, что такое на руле. И он будет реально лучше, чем, например, катать в гонке на клавиатуре. Он как минимум круглый, он считывает неплохо довольно-таки повороты, у него практически нет мертвых зон. Но педали хреновые, да и бог с ним, не сказать, что у нас на других рулях педали прям суперкрутые. Как бы главное, что они аналоговые, то есть они не кнопочные. То есть педаль газа это педаль, то есть это не кнопка. Это самое важное в этом варианте. Пускай у него нет коробки передач, но ничего, можно как бы на автомате поездить, ничего страшного. Кстати, на этом руле, на баранке поместилось 16 кнопок. Ребят, 16 кнопок, представляете? Это, я считаю, очень круто, потому что... Да потому что это очень круто, даже на 27-м, на Момо Рейсинге столько нет кнопок. Реально нет. А здесь есть, на одной баранке. Они это уместили, я офигел. Я офигел от одной, кстати, прикольной штуки. Вот это, вот это, это кнопка. Но не одна. Это вверх, влево, вправо и вниз. Как? Ну, как они это сделали? Ну, конечно, у меня первый вопрос, ну, зачем? Потому что это, ну, это вообще нелогично и неудобно. Но ты осознаешь, когда ты купил за 600 рублей, что у тебя есть еще влево, вправо, вверх, вниз. И это, блядь, в центре руля. Я, как бы, я не знаю, о чем они думали, когда это сделали. Но прикольно, что это здесь есть. Ну, лучше пускай есть, чем его нет. Если бы он стоил, конечно, бы, тысяч семь, я бы прям докопался до всех этих моментов. Но он стоит 600 рублей. Ребят, 600 рублей. Это по цене, я не знаю, обеда в Макдональдс, кофе с пирожным. Ну, вот что у нас стоит 600 рублей? Ну, примерно, да? Или можно купить руль. Один раз не попил кофе, зато взял руль. Ммм? Ну, крутяк, слоган, да? И опять же, ребят, для новичков, для тех, кто пока боится брать Момо Рейсинги, GT Драйвинг на 900 градусов, там переделанный Момо на 900 градусов. Кстати, кому нужен руль на 900 градусов, самый-самый дешевый, который вы где только найдете, пишите мне. У меня есть один очень крутой вариант. Если кто смотрел предыдущие ролики, тот знает, о чем я говорю. А вернемся к нашему бюджетникому товарищу. Подытожим наш обзор. 600 рублей и отсутствие коробки передач, отсутствие обратной связи, отсутствие нормального пластика, отсутствие нормального крепления. Ммм... Да, в общем-то, и все. Зато мы получаем руль. Он нормально крутится, нормально возвращается. Он подойдет для большинства игр. Ну, реально. Он только для Евротрака и для Американтрака не подойдет, потому что, ну, это будет так, грузовик дергаться, у него уже потенциометр здесь стоит. В рулевой баранке, а не оптический энкодер. Ебанаврот. Поэтому для Евротрака и Американтрака этот руль, к сожалению, не подойдет. Можно поиграть, но будет совсем неудобно. А так, в гоночки, в CD-кар драйвинг, в ралли, пожалуйста, в любые игры ты сможешь, в принципе, на нем поиграть. И даже получить какое-то удовольствие и понятие о том, нужно тебе или нет. Поэтому с точки зрения, брать или не брать, я считаю, что брать и пробовать, и тестить. Ну, если нет варианта взять, например, Момо Рейсинг или Трансмастер, там, Т-70 или Т-100, я не ошибаюсь. В общем, говорят, Раста. Если не получится брать и Лоджи Цэк тоже не взять, то можно взять такую штуку. Он гораздо лучше, кстати, чем Defender, чем Genius, не знаю, как правильно. Короче, он мне реально понравился, даже за эти деньги. Но у него есть один очень такой смазливый конкурент. Это Logitech, Formula Force XP и GP. Эти рули, в принципе, как он по размеру, такие же. Ну, там получше педали, там обратная связь, нормальная, с моторчиком. Вот. И там рабочие лепестки. А и там крутое крепление. То есть, вот, но этот руль стоит сейчас тысячи полторы. То есть, раза в два-три дороже, чем данный вариант. Поэтому, господа, выбор задается всегда за вами. Но одним, наверное, основным недостатком будет это крепление. Потому что присоски... Ну, как бы, это присоски. То есть, да как вы их не лепите, как вы их крепко не ставьте. Вот, вот, прям, вот, водой только если смочить. Кстати, лучше будет, был у меня окрик одно время. Водой смачиваешь более-менее. Это присоски. И это нормально. То есть, в игре они будут отваливаться по-любому. Если только вы не будете постоянно давить на них, тогда, может быть, не отвалите. А так, стопудов они будут отваливаться, стопудов будут лепить вам мозги, и стопудов будет постоянно, сука, мешать. Но это лепестки. Тьфу, бля. Но это присоски. От них, к сожалению, никуда не деться. Господа, с вами был Моисей. Делайте правильные решения и правильные покупки. Ну, а за советом можете всегда обращаться ко мне. Также, если ищите руль на 900 градусов по самой низкой цене, то обращайся в ссылочку в описании. Там будет тебе руль на 900 градусов, самый дешевый, который ты только найдешь. Погнали? Пока-пока, ребят.